На ремонте вот такой котел ProTherm. Модель LYNX 24. Диагноз протекает. Снизу стекают капли воды и крышка снята. Крышка снимается просто. Два винтика снизу откручиваются и вытаскивается верхняя крышка. Для того чтобы посмотреть где протекает необходимо опрессовать подачу давления. У меня уже котел снят. В принципе было бы удобнее если бы он там был на месте. Снимаем вот эту крышку. Отстегиваем крышку вытаскиваем. Продолжение следует. Продолжение следует. Подал я давление на вот этот контур. Это малый контур косвенного нагрева теплой воды. Сразу видно, как видите, он протекает на теплообменник. Скорее всего на присоединение теплообменника резинки возможно оттуда. В любом случае теплообменник снимать и смотреть в каком состоянии резинки. Если это резинка, то лучший вариант. Здесь точно протекает. Теперь нужно еще опрессовать большой контур. Посмотреть основной теплообменник течет или нет. Теперь я подал давление на основной теплообменник. Здесь закрыл резинкой. Ну и пока не вижу никаких подтеков. Хотя видно, что здесь есть какая-то окисла. Но как такового подтекания я не вижу. Поэтому в принципе течь наверно все-таки только в этом малом теплообменнике. По сути вот этот теплообменник. Присоединение у него здесь два входа и два выхода на той стороне. Будем его снимать. Крепится с той стороны винтами. Откручиваем и смотрим в каком состоянии. Для ремонта теплообменника его нужно открутить. Откручивается он на двух винтах с этой стороны. Вот шестигранник белый звездочка. Откручиваем один. Здесь достать можно. А вот с этой стороны мешает вот этот клапан. Для того чтобы снять этот клапан вот здесь есть такая чека стопорное кольцо. Его нужно просто потянуть на себя. Вытаскиваем и все. Клапан снимается. Теперь есть доступ к тому винту. В самом низу. Откручиваем и просто выталкиваем теплообменник. Он на резиночках в четыре трубки. Откручиваем и выталкиваем туда назад. Просто выдавливаем и туда выходит. Как я говорил я открутил и толкнул. Он туда просто упал. Вытаскиваем и смотрим теперь на резиночки. На состояние. Тут какой-то мусор внутри. Здесь полно мусора. В принципе проблема в резиночках. Вот в этих надо их обновить. Для того чтобы не было протечки. Ну что же. Вот те резинки которые требуют замены. Они стоят вот две обыкновенные. Наверное термостатные резинки. С этой стороны две. С этой стороны две. С этой стороны две. Вот так они выглядят. Такая резинка с пупырышками. Видимо уже износилась или потеряла эластичность. Вот такие небольшие пупырышки. Обыкновенный квадратный профиль колечка. Под замену ставим назад и все будет работать. А сейчас нужно заказать эти резинки. Ну а завершение все уже теперь просто. Я поставил на место резинки. Теперь я поставил для верности еще и на специальный герметик. Самый лучший какой есть. Виктор Рейнс. Плюс 300 градусов. С ними точно ничего не будет. Раз он. И на место устанавливаем. Как и должно быть. С другой стороны. Теперь прикручиваем наем. В общем то это весь ремонт. Единственное что теперь проверить нужно через какое-то время. Завтра. Для высыхания. Тут написано нужно даже 24 часа. Завтра уже опрессую. Посмотрю. Помогло ли. Все ли нормально. Течет или не течет. Собственно на этом ремонт завершен. Собираем обратную последовательность. И отдаю счастливому клиенту. Вот так можно решить достаточно серьезную проблему. Течет контурный котел. Даже на месте можно в принципе это сделать. Не снимая. Но ремонтировать такую технику. Вазовую или бытовую. Можно с помощью не сложных инструментов. Подписывайтесь на канал. Увидимся на канале. Пока. Пока.